МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые посетители фестиваля «Книжный маяк Петербурга». Сегодня, 13 февраля 2021 года, идет второй день нашего фестиваля, который вчера был открыт в Российской национальной библиотеке. «Книжный маяк Петербурга» — это большой интеллектуальный праздник для читателей, читающих петербуржцев и русскоязычных жителей, интернета, который создают книжники, библиотеки, книжные магазины, издательства, люди, книги, которые ее поддерживают и продвигают. И на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня этот праздник будет продолжен. А сегодня у нас разговор, можно сказать, один из самых вкусных разговоров фестиваля о таком явлении, как мозг, музыка, книги, их взаимодействие с нашим уважаемым ученым, доктором биологических и филологических наук Татьяной Владимировной Черниговской. А разговор этот будут вести два человека. Я, Котов Денис, со стороны книжного мира, как книжник, который более 27 лет занимается книгроспространением. И Андрей Константинов — это заслуженный артист России, руководитель коллектива «Терем-квартет» всемирно известного. Андрей будет выступать со стороны музыкального мира. И таким образом мы надеемся, из трех миров, такого когнитивного, книжного и музыкального, лучше что-то увидеть, понять, услышать и передать эту картинку нашим слушателям и зрителям. Это будет такой разговор, скорее, такое исследование. И хочу упомянуть, что книжный маяк Петербурга проходит при соорганизации страны Российского книжного союза, Российской национальной библиотеки, сети библиотек Санкт-Петербурга, корпоративной сети общедоступных библиотек и многих других наших партнеров, указанных на сайте petervuk.com, где можно увидеть всю программу мероприятий и, соответственно, перейти и посмотреть на любое мероприятие. Все мероприятия абсолютно бесплатны, доступны в любой момент времени и в онлайн, и в записи. Трансляцию нашу помогает нам вести «Фонтанка.ру» для того, чтобы большее количество петербуржцев поучаствовало в нашем разговоре. Итак, прежде чем мы перейдем к Татьяне Владимировне, я хочу передать слово Андрею Константинову, который, собственно, и начнет первую часть нашего разговора, которая будет посвящена больше музыкально-звуковой теме. Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, мне кажется, очень интересный разговор, потому что все основные понятия мозг, музыка, книги, хоть они все исследованы, написаны тысячи книг, а может быть миллионы, но, тем не менее, непонятностей очень много. Я это могу судить по своей жизни. Если Денис 27 лет, книжник, то я действующий музыкант, играющий на сцене уже больше 35 лет. И вот, наверное, я немного расскажу о чудесах некоторых внутренне происходящих музыкантов. Ну, наверное, прежде всего, что музыкант становится интересен, и это, естественно, касается и моего личного опыта, и слушательского опыта, и концертного, тогда, когда он строит свой мир внутри, когда он уходит от технологий, когда воспринимает музыку не как набор каких-то формул и необходимости играть ровно, вместе и так далее. А когда вот мы перед началом разговора говорили про спонтанность, да, то вот в среде музыкантов распространено такое ощущение, как все идет, когда все нормально, то это неинтересно, это скучно. Как кто-то начинает вылетать, ошибаться, вот тут начинается самое интересное. Тут начинается взаимодействие, и мы переходим на какой-то другой уровень существования. И это вот внутреннее существование, оно и влияет на зрителей, потому что получается, что зрителям интересно именно внутренний мир, переживания тех людей, которые на сцене, а не то, как они совершенно технически играют. И вот этот переход, так как мы занимаемся часто с детьми, он очень подтверждается чем? Что когда ребенок вообще не понимает, что он играет, он может хорошо играть, то он абсолютно, как сказать, не присутствует здесь, а музыка звучит, и она скучна, она неинтересна. Как только ребенок находит внутренние какие-то ассоциации с собой, со своим опытом, тогда музыка начинает действовать. И это действие похоже на чудо, потому что даже несмотря на то, что он может ошибаться. Но это касается любого музыканта. И тут мы подходим вот как раз к очень интересному моменту, что в музыке без осознания, без создания собственного мира, собственных смыслов, она не живет. Она существует как какая-то фиксированная деятельность. Вчера, кстати, говоря с Ириной Никитиной, мы вывели такую формулу очень интересную, что есть люди фиксированные, с мышлением фиксированные, которые с трудом уходят от этих фиксаций, и есть люди живые, текучие. Так вот, музыка в любом случае начинает звучать тогда, когда есть вот эта текучесть, когда ты, как музыкант, отдаешься чему-то большему. Как можно это все объяснить? Наверное, нельзя. Но все-таки вот размышления на эту тему были бы интересны, Татьяна Владимировна, как вот эта спонтанность, но в то же время мы четко видим субъективность, участие субъективного «я» в процессе музыки. И без этого музыка не живет. Спасибо большое. Вы очень интересно начали. И я как раз в последнее время увлечена такой необычной частью этой нашей науки, которой не так много народу занимается, а именно мозг и искусство. Потому что обычно это как бы две разные комнаты. Здесь ученые с логарифмическими линейками, так условно говоря, а здесь спонтанные, изящные люди, которые про эту науку и знать ничего не хотят. Но я для начала вспомню то, что говорил Шнитке. Говорил он вот что. Это не цитатно, я говорю, но близко очень к тексту. Что для создания шедевра нужна неправильность, неоднородность, неправильность. И он даже приводит очень хорошую аналогию с жемчужиной. Он говорит, для того, чтобы в раковине на дне морском образовалась жемчужина, туда должно что-то не то попасть, скажем, песчинка. То есть, если все правильно, то и раковина хороша, и вообще жизнь прекрасна, только жемчуг не получается. Поэтому именно вот это нарушение неправила, вот это на самом деле сложная тема. Потому что мы не хотим вести к тому, чтобы были сплошные дилетанты, которые не знают и правил тоже, у которых только сплошная спонтанность. Ну, есть исключения из правил в жизни, понятно, но это я к чему все клоню? К тому, что если бы я описывала то, что делается в мозгу вот с такой позиции, скажем, из вашего кабинета, вот в котором вы сейчас сидите, то я бы сказала, что мозг – это джем-сессион, где все участники, которые каким-то образом решили, что им надо собраться и что-то такое сделать, вот, что они все живут в разных местах, что они просто для выполнения вот какой-то пришедшей им в голову задачи, ну, в музыкальном смысле, вот сыграть что-то, какой-то хэппининг, дело такое, вот, что они съезжаются в какое-то место, они, большая часть из них могла вообще никогда друг друга не видеть и даже не знать о существовании этих людей. У них точно нет партитуры, у них абсолютно точно нет дирижера. и вот они приехали и начали, и вот оно это постепенно, и оно как-то выходит, понимаете? Да, вот, и оно пошло. Мне кажется, это важная такая метафора, потому что мы не понимаем, как мозгу еще очень долго, а может быть и всегда, не будем понимать, как это вообще все устроено. Сложнее, чем мозг, нет ничего, о чем мы хоть что-нибудь знаем, и когда вам, это я уже зрителям говорю, когда вам говорят, что еще немножко, и мы узнаем, как функционирует мозг, и его повторим, то вы, пожалуйста, не верьте. Вам это сказал либо жулик, либо человек, который просто очень мало знает, который, возможно, даже работает в науке, но он плохой ученый, потому что из тех, кто этим занимается всерьез, не будет никого, у кого вот такое заявление не вызвало бы усмешки, понимаете? Но это совсем смешно. Но это гигантская нейронная сеть, которая постоянно перенастраивается, то есть это не объект какой-то стабильный, а это живое, понимаете? Оно все время другое. Вот пока мы говорим, нейронная сеть всех нас уже перестроилась. Поэтому, если раньше, когда я в науке начинала работать, а я парадоксальным образом работала с музыкальной акустикой вначале, у меня первая диссертация была про восприятие амплитудной модуляции человеком, детей, взрослых, музыкантов, и еще я занималась, это называлось, вокальная речь, то есть певческим голосом, какие у него характеристики, спектральные, временные, в общем, очень интересно было. Ну и тогда, короче говоря, поскольку знали все-таки существенно меньше, чем сейчас, наука быстро развивается, мы гораздо больше знаем, то тогда и сильно позже, когда я уже стала мозгом заниматься, считали, что в левом полушарии головного мозга алгоритмы, математика, логика и всякие жесткие вещи, ну и язык тоже, жесткие вещи, а вот музыка и всякое художественное, оно в правом мозгу. Ну если очень-очень грубо смотреть, то может оно и так, но на самом деле это не так. Вся сложность заключается в том, что оно везде, понимаете? А как всякое, что выходит за пределы нормы и правила... Структуры, да? Да, да, то оно как раз перекочевывая в другое место, понимаете? Структура человеческого языка, она действительно слева, там синтакси, всякие такие вещи, какое слово куда поставить, но настоящее это получается в противоположном месте. Как поэт пишет стихи, никто не знает этого, потому что поэзия – это не розы, морозы, мимозы, как всякие понимают, а это вот это вот шаманство, которое у Бродского очень видно. Вы заметите, я вышла за пределы музыки, а вошла в книги. Да, я тут немножко бы перехватил как раз вопрос, потому что одна из центральных тем в нашем фестивале «Книжный маяк» – это музыка смыслов, а внутри аудиокниги, мелодикламация, то есть звучание книги, звучание поэтического произведения. И вот я из своей жизни прямо до мурашек понимаю разницу между текстом, читаемым с листа книги и аудиальным прочтением, например, каким-то там хорошим читатом или автором совершенно с иными акцентами. Абсолютно точно. Смысловой нагрузкой. Вот как мозг воспринимает аудиокниги и аудиопрочтение поэзии? То есть именно здесь, мне кажется, что-то идет такое соединение между восприятием звука, музыки, смысла, текста. Можно вот сюда немножко… Я могу поговорить об этом, но я уверена… Трудно представить, чтобы я не знала об этом, если бы это было исследовано. Я уверена, что специальных исследований не было. Более того, я, честно говоря, даже не очень понимаю, как их сделать, понимаете? Потому что для того, чтобы научное исследование проводить, нужно правильно задать вопрос. Если я задам вопрос здесь щелкнула или здесь щелкнула, в зависимости от того, кто читает, или читаю ли я бумажную книгу настоящую, или электронную, или там картинки, или так далее, то я не получу ответ на свой вопрос, потому что, строго говоря, мне абсолютно все равно, в каком месте мозга это щелкнет. Ведь нас не адрес интересует, ну согласитесь, нас интересуют процессы. А что происходит, в чем разница? Я уверена, что разница большая. Но мы же знаем, что если мы, например, слышали, а я думаю, большинство из тех, кто сейчас с нами, все-таки слышали, как Бродский читает, вот, то уже когда ты берешь книгу и читаешь, текст просто читаешь, ты же не можешь от этого никуда деться, у тебя, у тебя звучит его именно голос, поэтому плохой чтец, это ужасно. Это просто ужасно, потому что он все испортит, вообще совсем. У меня, знаете, завтра вы меня, если я разгуляюсь слишком, вы меня остановите. У меня был один раз опыт чтения вслух литературного произведения, это если помните, когда вся страна читала «Войну и мир», помните, там записывали. Вот призвали и меня, причем, вероятно, ориентируясь на то, что я интеллектуальная дама, они мне такой кусочек подобрали, от которого можно было хотеть только застрелиться, потому что это было, ну, две, максимум две страницы текста, философского текста, после того, как Наполеон уже отправился в свое последнее место жить. Вот, и это был именно текст такой философский, размышлятельный. И мне надо было его просто прочесть с листа, мне не надо было его учить наизусть, и ничего. И я столкнулась с тем, что эта работа сложнее всех, с которыми я сталкивалась до этого. Это оказалось невероятно сложно. Каждая пауза, каждая интонация, вверх или вниз, это все имело значение, что мне открылось тогда, когда я стала читать. Там был очень замечательный режиссер, который давал мне прекрасные советы. А потом, после меня туда пришел Басилашвили, ему дали такой же текст, и я уже одеваюсь, услышал, он сказал, это невозможно. Я думаю, значит, не я одна такая, а есть настоящие мастера. Он сказал, это невозможно. Для того, чтобы я прочел этот текст, я должен долго готовиться, читать, в каком состоянии кто находился, что думал в это время Толстой и так далее. В общем, я заканчиваю эту свою поэму к тому, это не механическое чтение, механическое чтение никому не нужно. Точно так же, как, возвращаясь к музыке, сейчас идут бесконечные споры, я сама в них многократно участие принимала насчет того, что компьютер напишет музыку, он же и сыграет. Ну, на здоровье, только кто слушатель. Если сам компьютер и слушать будет, то, пожалуйста, пускай они живут там своей жизнью. Сами пишут, сами играют, сами слушают. Вот сейчас, когда пошла мода на техническое совершенство, вот вы, как музыкант, Андрей, не дадите мне соврать, что особенно азиатские исполнители, они, ну, так вообще, так человек не может играть, они играют со сверхскоростями. Встает вопрос, а зачем, если не секрет, у нас соревнования на скорость или что? Что мы делаем? Мы делаем, что нам нужен живой человек с его интерпретациями, с его переживаниями, с его ошибками, да, именно ошибками, потому что эта ошибка, может быть, на самом деле не ошибка, а гениальное открытие. Она ошибка, кто оценивает ошибку? Не компьютер это. В общем, я к тому, что, да, нам сейчас особенно, когда мы оказались в этом цифровом мире и все больше и больше в нем тонем, и по тоням еще гораздо больше, тут-то и оказалось, что ценность имеет именно человеческое, эмоции, сопереживания, вот такие вещи, которые в алгоритмы не лезут, их не может и не должна мочь. делать никакая программа. Вот такой мой длинный ответ на ваш вопрос. Да, вот как раз я про вот эту эмоцию, вот у Андрея Константиновой в серии «Квартета» есть фестиваль «Кроссовер», и там в качестве главного приза это такая большая мурашка. Золотая. Золотая мурашка. Да, да, да. Можно мне, несведущему человеку, я вот сейчас прямо чувствую свой интерес, на самом деле, к литературе или к музыке только той, которая эту мурашку или это озарение порождает. Абсолютно точно. А вот что такое для мозга, как она вообще производится, за счет каких процессов вообще, что ученые знают там о мурашке и об озарении? Вот что... Да, 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 я отвечу. Ну, знают кое-что, но если вы рассчитываете на такое вот реальное объяснение, как это происходит, то если бы мы сейчас его дали, то в следующем году мы могли бы отправиться в Стокгольм за Нобелевской премией, и мы нашли бы, как ее потратить, я думаю. Вот, поэтому это, конечно, никто не знает, но близкие к этому вещи изучают, и мы, кстати, тоже, и именно с мозгом, вот, но изучают и экспериментальная или когнитивная психология, и есть такая вещь, близкая к тому, о чем вы говорите, у нее интересное название, почти такое же, как ваша мурашка, а именно Ага-эффект, Вау-эффект, понимаете? Вот оно, а что оно? И что значит вот? И что это такое случилось, когда вдруг вот это вот озарение? Это точно не происходит при участии сознания, вот это я вам могу точно сказать, а тогда при участии кого? Вообще, что происходит на самом деле? Вот я люблю вопросы задавать, не люблю ответы давать, потому что их, если всерьез, то их нет, если не всерьез, то я вам на любой вопрос отвечу, но если по-настоящему, то самых главных ответов-то нету, но зато важно задать правильный вопрос. Хорошо, если не сознание, то кто? Я автор вообще или нет? Вот Пушкин автор своих шедевров, Бродский автор, Пастернак автор, я, кстати, в последнее время очень сложную статью тут писала, вот, и стала читать Бродского не только поэзию, а его эссе. он невероятно умен и тонок, как вообще даже поэту как бы не обязательно быть. И он говорит, между прочим, очень прямо, он говорит вот что. Язык автор этого всего дела, язык ведет. Язык ведет. Его... Подождите, кто кому хозяин? Здесь сразу встает вопрос. Здесь встает много очень интересных вопросов. Кто в доме хозяин? Что значит язык ведет? Есть один, не один, но один из очень известных замечательных ученых. В Калифорнии он живет и мы в дружеских таких отношениях. Он книги дарит. У меня вот за спиной одна из этих книг стоит. Его зовут Терренс Дикон. Он нейробиолог. И его идея, которую он уже много лет развивает, она такова. Язык и мозг коэволюционируют. И это еще полбеды. Он страшнее говорит. Он до пандемии, за несколько лет это сказал, тогда не было таких ассоциаций, как сейчас будут, когда я произнесу. Он говорит, язык это вирус, оккупировавший мозг и заставивший его развиваться так, как он развиваться и дорасти до таких высот. Язык – огромный игрок на этом поле. Поэтому так важно, это я подыгрываю сразу вам обоим, поэтому так важно, что человек читает. Это формирует его нейронную сеть физически. Что слушает и что слушает. Да, ну читает, слушает. Я имела в виду все поле. То есть то, что попало сюда, оно формирует нашу нейронную сеть. И когда каждый из нас в свое время предстанет перед создателем, то создатель скажет, вот и покажи, чего ты там накопил-то за это время. Что ты читал, что ты слушал, на что ты смотрел. Если ты чупа-чупс исключительно употреблял во всех смыслах, вот и результат. Понимаете? Поэтому читать плохие книги физически вредно. Слушать плохую музыку чрезвычайно вредно, потому что от нее никуда не деться потом, как мы знаем. Она там уже, она уже села туда и уже сидит. Нельзя этого делать. Общаться с плохими людьми нельзя. Смотреть плохие картины нельзя. Этого ничего нельзя делать. Хорошо, мы когда едим, мы же все-таки стараемся ядовитые грибы не есть, правда? Потому что испортим. Все испортим. Это то же самое, только важнее. Потому что если наелся какой-нибудь дряни, то есть лекарства, с помощью которых можно желудок прочистить. А вот как интересно вы собираетесь мозг себя прочистить. Я вам как специалист говорю, никак. Спасибо. И я вот глядя на эту мысль о том, что там чтение книг, хороших книг и слушание музыки это прямая, прямой путь или прямой инструментарий по развитию нейронной сети мозга, хотел спросить. Вот у нас у книжников, ну вот и лично у меня есть там одна из таких долгосрочных целей, это чтобы 80% петербуржцев или россиян читало ну хотя бы 12 книг в год как культурный минимум. Как вам кажется, вот страна, в которой 80% жителей будут читать около 12 книг в год, на чем будет отличаться от того, что мы сейчас видим с точки зрения вот развития там мозга в среднем, развития там культуры, развития там экономики, может быть. Принципиально. Отличаться будет принципиально. Точно так же, как человек, который исключительно попкорном забавляется и всякую дрянь слушает, отличаться от человека, который прочел много книг, который знает языки и так далее. Вот так же и страна будет отличаться. От чем она? Это принципиально другое качество. Понимаете, это люди, которые думать умеют. У кого как, у кого лучше, у кого хуже получится, но, по крайней мере, они будут знать, что это за процесс. У меня, когда, знаете, по улицам хожу, но сейчас не хожу, но когда по улицам ходишь и смотришь на большое количество бессмысленных физиономий, которые идут тебе навстречу, то я думаю, а этим людям, им вообще, им мозг зачем? Им должно хватить более древних отделов мозга, которые управляют тем, как ходить, как глотать, как дышать. И мозг зачем? Вот я вам приведу пример, который я уже много раз приводила. Мне он надоел, но пример хороший, ясный. вы, конечно, помните книжку «Принцы нищий», ну, не можете не помнить, все читали, да, там они войняшки, да, и они поменялись местами, да, и вот нищий оказался на позиции принца, и он видит королевскую печать, вот, и он начинает этой королевской печатью колоть орехи, что ничего плохого в этом нет, она не повредится от этого, но она вообще-то для другого. Ее можно использовать как молоток, да, но она для другого. Так вот, если нам, мозг-то дан нам не для пережевывания пищи, понимаете, и не для запоминания идиотских диалогов и каких-то дурацких рассказов, сюжетов, которые вообще никому, ни зачем, и тогда думаешь, боже мой, Господь, создавая это все, такие бриллианты нам, такие сокровища нам дал, и как мы этим пользуемся, что мы с этим делаем? Но фокус в том, что вот люди, которые к этому миру нашему не приобщены, они ведь просто не знают, понимаете, может быть, им понравилось бы. Я в Америке преподавала недолго, вот, и там в одной из, в одном из помещений университетских, в Бериллиантском университете, там висел плакатик чудесный. Я очень жалею, что я его не украла. Надо было мне его с собой забрать. Там было написано, think, just try, подумайте, ну просто попробуйте. You like it, вам понравится. Может быть, попробуют они, они не пробовали. Это, конечно, потому что, на самом деле, чтение вкусной литературы и прослушивание вкусной музыки это наслаждение, ты стремишься к этому, ты бежишь к этому, думаешь, когда у меня наконец будет время книжку-то открыть. Это правда. Для них это наказание, а для нас это приз. Да, а вкусовые рецепторы вот на смыслы, они вот, вот они существуют или что вот происходит? Вот вкус книги, вкус, вкусная музыка, вкусный человек, вкусное общение, ну не человек в смысле каннибализма, а человек в смысле глубины. Ну это же, все эти вещи развиваются и настраиваются. Я, пожалуй, две вещи вам скажу в ответ на это. Во-первых, у нас в человеке, немножко анатомии, ну, анатомии и физиологии, скажем так. У нас в мозгу есть один ход такой, связи, понимаете, я не с того начала. Важно не то, где что в мозгу расположено, а что с чем и как связывается в этой сети, поскольку она живая. для того, чтобы воспринять, скажем, музыку, нужно вот отсюда сигнал, он сюда, потом сюда, потом сюда. Вот это интересно. Это. И это касается абсолютно всего. Так вот, у нас есть связи в мозгу, которые занимаются смыслами. Из того, что мы знаем, похоже, что такого рода, вот это, connectivity называется, вот такого рода связей в мозгах других, даже очень высоко развитых наших биологических родственников и соседей по планете нету. По крайней мере, из того, что мы знаем. Может быть, их там откроют через два года, это я не знаю. Но из того, что мы знаем, вот здесь есть такая связь такая идет, которая вот это с этим связывает. И это про смыслы. Это мой первый ответ. Второй мой ответ, будет небиологический, хотя без этого тоже никуда не денешься. При музыканте даже неловко это говорить, но поскольку нас слушают не только музыканты, я все-таки скажу. Музыка становится музыкой не в ухе, она становится музыкой в мозгу, в подготовленном мозгу. Он должен быть к этой музыке готов, так же, как и к книге. Для того, чтобы человек понял, что, ну, условно скажем, Пелевин, это очень интересно, он должен много знать. Он должен много знать. Он не должен знать алфавит. Алфавит – это как бы начальные инструменты. Тогда, когда звук идет и попадает в ухо, барабанная перепонка там и дальше поехала, и по нервам слуховым он поехал и приехал в мозг, она становится мозгом здесь. здесь она физический, акустический сигнал и больше ничего. Значит, если Вивальди будет слушать комар, то для комара Вивальди – это не Вивальди, а это просто звук. Физический сигнал. Поэтому так страшно важна подготовка. Понимаете, когда в известное время, когда Громили Шостаковича писали, что это сумбур вместо музыки, так это сумбур вместо музыки у тех, у кого такие мозги, которые просто не понимают. Понимаете, когда человек приходит в музей, то он должен быть готов к тому, что он там увидит. Он должен, подготовленный мозг должен быть. Почему образование так важно? Потому что она готовит к этому, нужно ключ иметь для того, чтобы ларчик-то открыть, нужно ключик иметь, к нему. А если нет ключика, вы любого Горовица можете привезти, и он будет играть лучше из всего, что он играл. Но это бесполезно, потому что нет слушателей, которые способны оценить. Ну, согласитесь, и это так во всем. Когда вы приходите балет смотреть, вы же не смотрите, кто именно выше ногу поднял. Это же не про то. Когда мы смотрим на Анну Павлову, я вот недавно смотрела, какая-то запись одна из немногих была. Ну, по сравнению с тем, что делают современные танцоры, это я бы сказала даже не умело, да, потому, я отдаю себе отчет в том, что я говорю. Я, конечно, издеваюсь, так сказать. Вот, но дело-то не в акробатике, она великий артист. Поэтому, когда выходит на сцену Юрский и читает, я вчера пересмотрела, и читает Хармса, то ты просто заходишься. эти буковки, это вот такой вот кусочек, понимаете, его, но для этого должен гений выйти и прочесть его так, как он читает, для того, чтобы, ну, в общем, ясно. Да, Татьяна, давайте я дополню, вы как бы абсолютно правы, но есть все равно другая сторона, она есть, есть исследование воздействия музыки там на папуасов, есть опыт личный, когда мы приезжаем совсем в другую страну, ну, допустим, без опыта слушания классической музыки, без вот этого бэкграунда, и воздействие есть, но я думаю, что это как раз идет о том, что, например, язык музыки, именно язык, он намного шире, чем лексические формы, потому что музыка, да и вообще искусство, вот чтение Хармса там и все что угодно, это чувственное восприятие, вот, и любое гениальное произведение отличается тем, что его могут воспринимать как высшие слои, интеллектуальные, так и низшие, те, которые, для которых вот покушать, поспать, они что-то найдут свое, то есть, в итоге, речь идет о том, что какая чувственная волна заложена в предмете искусства, в поэзии, в музыке, и ее ощущают, ее ощущают, и как бы начинают по-разному себя вести, беспокойно, но как бы они понимают, что идет энергия, то есть, для меня, прежде всего, музыка, это поток энергии, и можно ее не понимать, но ощущать можно, ощутить можно, а вот уже вопрос, как ее интерпретировать, для этого нужно сознание или подсознание, но, на мой взгляд, музыка в большей мере минует сознание, сознание мы потом догоняем, а что же, что же такое было, вот, вот интересно, да, спасибо, да, спасибо за вот эту линию, ветку эту, вы, разумеется, абсолютно правы, я говорила просто об одном из аспектов, вы, разумеется, правы, и даже более правы, чем вы подозреваете, потому что Иван Петрович Павлов в свое время написал работу, которая называется «Влияние музыки на человека и животных». Интересно. Да, есть такая работа у него, и там про это, понимаете, потому что это воздействие, ну, вот сейчас биологи в меня будут камни кидать, ну, и на здоровье. Не долетит в виртуальном мире. Вот, но я имею в виду, они скажут, потому что, я сейчас произнесу вот что, потому что это влияние на, если так материстически совсем говорить, на другие отделы мозга, на лимбическую систему, которая ведает эмоциями. то есть здесь же, почему я говорю, мозг запредельно сложен, потому что там происходит параллельно миллион всяких вещей, то есть и то, о чем я в первой половине говорила, точнее говоря, мы обсуждали, вот, и то, куда вы сейчас повернули, это все сразу есть, понимаете, просто одно действует, условно говоря, сюда, а другое, мне не показать там глубже, на лимбическую систему, и оно влияет на всех. У меня, между прочим, была черепаха, когда сын был маленький, да, она на Бетховена очень подсела. Она, да, она выходила из своей там коробки и вылезала на дачу, и выходила слушать, садилась. В чем это много раз было проверено, уж, ну, вы понимаете, черепахи, ее мозг вообще, какое, вот, но, значит, что-то было, вот эти были обертоны, какие-то частоты, которые, которые на нее прямо действовали. Без иллюзий, я не сумасшедшая, я, естественно, Бетховен здесь ни при чем, но я имею в виду, что вот именно физическое такое воздействие. Вот интересный, кстати, вопрос, я уверена, что у него есть ответ, но не у меня, потому что я музыкальной акустикой уже много лет не занимаюсь, наверно, есть вот в этих наших структурах, воспринимающих звук, что-то, которое нацелено на разные типы гармонии, что ли. Вот я сейчас неграмотно говорю, но возможно что-то есть, потому что интересно бы проверить, как, скажем, на какую-нибудь такую музыку ново-венской школы, там, я не знаю, условно говоря, будет реагировать существо какое-то, которое про это совсем ничего не знать не может, не понимать не может. Может быть, я не знаю, условно говоря, там 12-тональное вот так вот действует, а что-нибудь другое иначе действует. Но я фантазирую сейчас и рискую репутацию. Я могу на эту тему немножечко сказать. То, что музыкальная система, система звукорядов строилась не спонтанно, то есть это не просто некие субъективные выдумки. Еще Пифагор обнаружил такую, что правильные дроби отношения одного интервала к другому дают гармоничное созвучие. То есть самое гармоничное созвучие это квинта, кварта, то есть две трети, три четвертых и так далее. То есть их соотношение относится к золотому сечению. И чем меньше дробность это, тем гармоничнее воспринимается. Мы это можем подтвердить, вот когда мы проверяем фарфор, звучит, или рельсы проверяют. Вот когда звучит хорошо, значит все нормально. То есть существуют некие объективные закономерности, как вот сейчас есть планеты, выясняют, что у них переводят звук, и они составляют созвучие. Если диссонанс, то тогда жди беды в природе. И поэтому человек неосознанно, наверное, но ориентировался на вот эти вот консонансы и диссонансы. И, собственно, через их игру, имя, уже вставляя свой смысл, начинал появляться музыка. Потому что музыка... Да, я согласна. Полностью согласна. Но музыка-то развивается, понимаете? Она приходит к такой музыке, которой, когда звука нет вообще, как мы знаем, да, вот просто такая тишина. Но вы понимаете, какая подготовка невероятная нужна для того, чтобы это было воспринято? То есть я имею в виду, что диссонансная музыка, она как подействует на условную там черепаху? Я не знаю. Я думаю, что беспокойно будет вести себя. Да, я тоже так думаю. Но человеку не имется, он себе все время хочет побольнее сделать, да? Побольнее. А знаете что? Это просто так называемое шевеление ран. Да, да. Мне плохо, мне порой хочется слушать что-то диссонансное, потому что это тогда мне помогает пережить то, что не пережито. И потом... Ну вот. И какой такой искусственный интеллект, теперь я задаю провокационный вопрос, может в это дело включиться? Отвечаю, никакой. Хотя я и в Сколково разговаривала, и много раз с такими людьми разговаривала, они очень умные и хорошо подготовлены. Это люди, которые владеют языками культур. Понимаете? Это не то, что они только считают там на своих машинах, а больше ничего не знают. Нет, это не так. Но тем не менее, они, как правило, они это считают каким-то таким десертом, довеском, ну, чем-то таким не так уж важным. А я-то чем дальше, тем больше уверена, что это и есть самое важное. Поэтому я вот, когда на эти темы там выступаю где-то, ну, я всегда с компьютерными презентациями, и много раз заметила, что не отказывалась от последнего слайда, на котором кадр из одного из лучших фильмов всех времен и народов, а именно «Огни большого города», где Чаплин склоняется над этой еще слепой тогда цветочницей, да, и это настолько трогательно, и это так вообще тебя берет. Вот оно человеческое, потому что остальное, все, что эти механические монстры умеют делать, они и без нас отлично разберутся. Понимаете? Мы там не нужны. Поэтому я еще раз, в сотый раз задаю вопрос. Мы планируем на этой планете жить, продолжать. Если планируем, то пора опомниться. А если не планируем, тогда можно попкорн дальше есть. Татьяна Владимировна, вопрос вот такой, сугубо практический, если смотреть на ближайший год или ближайшие два года, вот в вашей исследовательской работе, вот этот вот вектор, который мы сегодня обсуждаем, смысл, звук, музыка, он может, можете ли вы это исследование, скажем так, усилить, углубить, ведете ли вы его, или куда-то вы сейчас в другую сторону смотрите, там, в дедукцию, или там, вот какие-то другие векторы исследования. Вот чем вы сейчас озадачены, и можно ли вот в этот вектор того, чем вы озадачены, как-то вот к нижнему пространству, музыкальному пространству глубже войти, чтобы у нас объяснительные модели для наших руководителей на всех уровнях были предельно точные, предельно мощные, и, соответственно, политику можно было сдвигать в развитии чтения, в развитии музыкальной культуры. Ну вот, насколько это можно будет в прикладное, так сказать, перевести, я не знаю, но я прямо говорю, что я не отказываюсь от выступлений и разговоров на эти темы, когда меня просят это делать люди, в том числе и власти, потому что я считаю, что это важно, чтобы они такие вещи знали. Это мой ответ на финал вашего высказывания. А до этого, да, меня последнее время чем дальше, тем больше интересует то, с чего я начала это мозг и искусство, что это такое, вот, и я буду этим заниматься, но это, то есть я уже это делаю и буду дальше, но я должна сказать, что это нужно очень сильно интеллектуально напрячься для того, чтобы придумать, как это делать. Это легко говорить, что интересно, разговоры нет, а как это сделать, понимаете? Причем у меня есть целый ряд знакомых музыкантов и дирижеры даже, которые говорят, пожалуйста, вот давай там надень мне на голову там чего хочешь и на голову-то можно надеть, нужно понять. Ну, короче говоря, это уже дальше научный разговор, я хочу сказать, что это очень сложно и недаром этим занимаются мало, потому что непонятно как. Но я уверена, что это золотая жила и что этим заниматься нужно. Я недавно опубликовала статью в вопросах философии, только что, в 21-м году, которая называется интригующим для нашей беседы образом, а именно нейронаука в поисках смыслов. Двоеточие, мозг как барокко, вопросительный знак. Потому что мне кажется, что мозг он вот в этой, он в этом месте. Да, я как раз держу распечатку этого текста и по нему хотел тоже задать хотя бы один вопрос. Но вот я тогда со своей стороны по крайней мере скажу и, может быть, Андрей тоже поддержит, что если вы будете собирать какой-то знаниевый реактор или котел, в котором поварите вот это исследование, да, уже вне фестиваля, то я со своей стороны готов не только участвовать, но и привлекать известных мне, скажем так, передовых людей, которых, может быть, до которых не дотягиваются руки или контакты. Спасибо. Это очень хорошо, но сейчас я боюсь, вот шаг от нас должен был, и он очень трудный, потому что я должна придумать, как это делать, понимаете, более того, мы с коллегами, я уж не буду там имена называть, но известные имена, мы с коллегами это обсуждали, и те из них, с кем мы единомышленники, это очень умные, очень замечательные, совершенные люди, они говорят, да, прекрасная мысль, но давайте думать, как, как сделать, тут нужно придумать этот ключ-то, нужно его сформировать сначала, но игра стоит свеч, вот что я хочу сказать. Именно поэтому я и обозначаюсь, потому что в некоторых случаях люди малообразованные, к которым я себя отношу, или несведущие, или неправильно мыслящие, они порой могут это натолкнуть, и вот со своей стороны готов являться вот этим условно троечником, который порождает что-то, что раньше не делали. Интересно, вы про троечника, вы это подслушали, это моя любимая тема, я говорю, что меня как раз интересуют троечники, не двоечники, потому что отличник у меня вот передо мной, компьютер находится, вот он отлично, понимаете, он все помнит, он ничего не прогуливает, у него не болит голова, у него не портится настроение, он не устает, с ним все в порядке, поэтому мне человек такой зачем? Не зачем, а мне нужен, вот особенно меня бы интересовал двоечник, понимаете, потому что если ты видишь человека, который, ну всегда же видно, который умен, и причем острый у него такой ум, он провокатор, разумеется, он все время задает вопросы, на которых вообще нету человечества, ответов и так далее, и он очень способный, он быстро соображает, и при этом у него двойки, то нужно задать вопрос, как это у него выходит, нет, ну вот как ему пятерку получить, три секунды, понимаете, а он получает двойки и тройки, встает же вопрос, почему, вот он-то самый интересный и есть, и кроме того, не устаю говорить, что если вы почитаете биографии крупнейших ученых, а также художников, музыкантов, думаю, и так далее, то интересную вы там увидите вещь, из них целый ряд, я просто не буду называть имена, но часть из них мои хорошие знакомые, там один из них трижды выгонялся из Академии художеств за бездарность, его картины на Сотбис продают, ну и таких примеров много, понимаете, если я вот опять же много раз говорю, представьте себе, что учительница входит в класс, а перед ней сидят Нильс Бор, семь лет ему, да, Эйнштейн и Шрёдингер, она, ну давайте не семь, давайте одиннадцать, потому что уже физика там пошла, она ему говорит, отвечай, он отвечает, она говорит, садись два, он говорит, так нет, здесь же может быть такой ход, она говорит, ты ничего не понимаешь, садись, и тоже происходит с двумя другими, а после этого кто-нибудь из них слабым голосом говорит, а вы подождите, Евла Сидоровна, некоторое время, у нас у всех Нобелевские премии по физике, просто вы этого никогда, мадам, не поймете, это вы должны вырезать из эфира, что невозможно, да, нет, ну, это линия там про двоечниках, я предлагаю ввести еще одну дифференциацию, потому что понятно, что двоечников у нас достаточно, но чем двоечники вот гениальные или высокопотенциальные отличаются от двоечников ленивых, которые, ну, по сути, являются некими... Само собой. Вот какой еще критерий, может быть, это что-то вокруг любопытства, исследования или что еще? Само собой, вот для этого и нужен учитель, настоящий, понимаете, не этот самый автомат для продажи бутербродов, в который дети суют ответы, а автомат им галочки там ставят или плюсики, понимаете, для этого нужен человек, который посмотрит, скажет, это просто бездельник, его пороть надо там по средам и пятнице. Вот, а этот тупой, к сожалению, но с ним надо заниматься, мы улучшим эту ситуацию, а с этим что-то тут не то. Вот здесь должен появиться учитель, вот роль учителя, это понять, кто перед ним, кто эти люди. Я одно время подумала, нужно завязывать с этой наукой со всей, идти в школу, учить детей. всерьез думала, но недолго, потому что я испугалась, я серьезно говорю, я испугалась. Я думаю, а вот ты входишь в класс, откуда ты знаешь, кто эти 20 или 30 человек, которые перед тобой сидят, кто они? Из них кое-кто, может быть, Моцарт, кое-кто, может быть, Гитлер. Понимаете? Мы же не... Кто эти люди? Ты не боишься? А вот метрику вот этому учителю или какие-то ориентиры, вот он стоит перед ним, значит, там 20% двоечников, там троечники, там отличники. Вот метрику, чтобы не выплеснуть двоечников. Глаза и уши. Во-первых, учить... Вот, у меня был замечательный шеф, я работала на базе психиатрической клиники имени Скворцова-Степанова, не скрою. То есть я работала в Академии наук, но это была наша база. Вот. И руководитель лаборатории, в которой я тогда работала в Академии наук, был такой замечательный психиатр, к сожалению, в лучшем мире уже давно, Лев Яковлевич Балонов. Он гениальную фразу сказал, я ее не забуду никогда. Он, правда, это говорил про врачей, но я это прилагаю тем более к учителям. Он говорил, психиатр должен как минимум быть не глупее своего пациента. Это он в самую точку попал. Это звучит как бы так шутливо, но это совсем не шутка. Учитель должен быть умный. Он должен быть умный, он должен быть чуткий, внимательно смотреть, внимательно слушать. И он должен быть, конечно, хорошо профессионально подготовлен. То, про что вы спрашиваете, какие у него инструменты. Их готовить надо. Их этому надо учить. Я знаю, что есть страны, в которых человек сначала, как готовит учителей. Вот в Германии, я не знаю, до сих пор так или нет, раньше так было. Человек заканчивает университет по какой-то специальности, условно говоря, химик. А потом он решает, что он будет учителем в школе. После этого он поступает в педагогический институт, где еще два года его учат, но не химии, о том, как преподавать. Психологии, как вот это, как увидеть эти все штуки, техники, это отдельная большая наука. Так что мой ответ такой. Если мы будем исключительно продолжать играть в крестики-нолики с этими тестами, понимаете, от которых все вменяемые уже давно отказались. Уже мир отказался, мы, как всегда, опаздываем. для этого нужны учителя хорошие. Они же вот мне часто задают вопрос, от которого я не имею. Это на тему книг. А какие книги нужно читать для того, чтобы мозг лучше работал? Я просто сознание теряю от таких вопросов. Ну, как на него ответить? Да, действительно, у нас, к сожалению, для сегодняшнего разговора уже потихонечку подходит время к завершению. минуты три-четыре буквально у нас есть, скорее, три. И, Андрей, буквально, если возможно, очень короткий вопрос от тебя, и я потом завершающую тоже маленькую вопрос. Я думаю, что тут уже не совсем вопрос. Во-первых, я с удовольствием приму участие в экспериментах то же самое. Которые мне надо придумать, да? Да, но, может быть, можно действительно, как Денис сказал, помочь натолкнуть на способ. Это да, да, спасибо. Когда начнешь говорить, включится некий поток о том, что происходит, и тогда вот это структурирование происходит. Потом я хотел сказать очень важную вещь, что, опять же, про хорошее исполнение музыкальное, но, когда вот вы рассказали про Джеймс Сейшен, а я вам скажу, что музыка тысячелетия существовала именно вот в этой формуле, как вот вы рассказывали про Джеймс Сейшен. Домашнее музыцирование, в каждом доме сидели. Что такое было? Без правил, просто, как вот в русской культуре есть два слова такие, строить и ладить. На этих принципах оно и строилось. То есть, если песня не залаживается, ее нужно опять заладить, попробовать наладить. И это каждый раз спонтанно. Ты, во-первых, высказываешься, во-вторых, слушаешь других. И делаешь совместное дело, потому что любое совместное исполнение, это совместное дело, это обучение. И, безусловно, про детей, вот мы занимаемся с детьми, насколько важно заниматься творчеством в ранние годы, это именно постановка детей в авторскую позицию. Тогда становятся творцами. Они ощущают, что они что-то сделали, и у них вот оно получилось. И это потом переходит на всю их жизнь. Если они это не имеют, они не будут впереди ничего. Ну, вот как раз, Андрей, сейчас вы начинаете с Академии талантов. Мы, кстати, сотрудничаем с Академией талантов. И мои... Давайте на базе одаренных детей сделаем. Это может быть хорошая лаборатория. Давайте. Мы сотрудничаем с Сириусом и с Академией талантов здесь. Так что, я думаю, мы друг друга найдем. Так или нет. Очень приятно. Я благодарю за разговор. Мне надо уже переключаться на другой. А, я понимаю. Да, Андрей, у нас следующую ведет как профессиональный ведущий, поэтому, Андрей, ты можешь выходить, а я пока завершу наш разговор. Всего хорошего. Очень интересно с вами было. До свидания. Мы сегодня говорили с Татьяной Владимировной Черниговской о мозге, музыке, книгах. И мне кажется, что начали проникать в очень интересные такие структуры. И вот я всех отсылаю наших зрителей к статье Татьяна Владимировна «Нейронаука в поисках смыслов. Мозг как барокко», потому что там можно по сути посмотреть глубже и дальше ее мысль. И одна из мыслей, которая меня сильно тронула, это то, что мозг не просто обрабатывает информацию, он ее создает. Сегодня мы об этом уже разговаривать не будем. И я приглашаю всех наших зрителей на фестиваль «Книжный маяк Петербурга», где проходят 143 события на сайте petervuk.com видна вся программа. Татьяна Владимировна, благодарю вас. Мы будем рады видеть вас на следующий фестиваль 8-10 октября этого года. И уже между фестивалями готовы будем отдавать свой интеллект, свои тройки на благо исследования, которое, надеюсь, породится нашим сознанием. Спасибо. Можно я одну добавку сделаю? Вот эта статья, на которую вы ссылались, она все-таки профессиональная, она довольно трудная, но в сети, в Ютьюбе точно висит как минимум, то есть там много чего висит, но как минимум одна лекция про мозг как барок, которую я читала в Московском Центре Искусств и в галерее. И там она, во-первых, очень красиво сделана, там этот центр в более популярной форме изложенной, более того, там иллюстрации очень красивые, мне самой нравится. Спасибо, Татьяна Владимировна, до новых встреч. Да, спасибо, я вам желаю успеха, вам и вашего фестиваля, вы, конечно, очень большое дело делаете, это культурно нельзя недооценить, это очень серьезно. Благодарю, до новых встреч. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok Дружба с книгой, я бы так сказал, нашего города, да не только Санкт-Петербурга, но и страны, это книжный маяк Петербурга. Возможность еще раз нам все-таки продвинуть и поддержать книгу. Это прорыв, это прорыв в нашем культурном пространстве. Очень рада, что у нас в городе появился еще один фестиваль. Концентрация интересных людей, интересных тем, она просто превышает все мысленные границы. Книжный маяк Санкт-Петербурга это уникальный проект по воспитанию высоких эмоций и чувств человека. Для меня, в первую очередь, это возможность открыть людям новые миры. И мы надеемся, что этот фестиваль, вот такое пиршество того, что мы предложим нашему населению, читателю, заставит их вспомнить дорогу в пеплиотеку. Это должно вдохновлять, это должно давать какие-то новые знания и, конечно, побуждать все-таки взять книгу. Субтитры создавал DimaTorzok в пеплиотеку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой народный, большой книжный фестиваль. Новая площадка для нас, когда мы можем заявить свои новые проекты. Начинание очень мощное, я думаю, что оно продолжится. Емкий проект, как вот свет маяка. Все, что связано с книгой, ну, все, можно только приветствовать. Фестиваль это еще раз подчеркивание той культуры, которая существует в Петербурге. То есть любая инициатива, связанная с культурой, хороша. Книжный маяк, это про книги в первую очередь. Маяк просто немножечко подогрел город, немножко его осветил. Совершенно новый формат. Это актуально не только для Санкт-Петербурга, вообще для всего мира. Я думаю, что такой маяк должен светить в северной столице. Потому что книга, это все-таки главный друг человека. Санкт-Петербурга